Леонид Маргоев 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 Субтитры делал DimaTorzok Я бы честно сказал, пенсии. Это же, представляете, деньги платят. Хочешь на рыбалку, хочешь в кино, а сейчас, работать не надо. Вот сейчас. И на самом деле, хочешь на рыбалку, в кино уже как-то не хватает. Но все равно я успел, понимаете. Все-таки правительство всячески старалось отложить этот радостный праздник. Я успел. Аплодисменты 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 Это другой смысл, но какой-то все-таки приобретает, это так интересно, все по-другому. И стараюсь писать о хорошем. Знаете, я только напишу, скажу, что-нибудь, и потом. А так все радостно вперед. Я писал песню для кинофильма «Территория», и, в общем-то, «Артон Бремьи». И Вадим Иванович Туманов очень много рассказывал мне. И, в общем-то, эта песня ему посвящается. Это было на другой стране, по которой прошла война. Мы работали, как во сне, и задача была одна. Чтобы гробость и красота совместились в твоей судьбе. Чтоб ни день, ни пустота не мешали смотреть в небе. Это родина и не пустота, но единственный, а я был дом. Это родина и не пустота, но единственный, а я был дом. Поменять невозможно нам. Прожитое под песней нам. В запаренье остались там, и зимовая тоска, и фарк. Я стал слышать, совалось. Солодой улиц на те зимы, только это уже без нас. Мы все сделаем, что смогли для сосниженной территории, На которой мы все живем. Это родина и не пустота, но единственный, а я при том. Это родина и не пустота, но единственный, а я при том. Я не знаю, кто творит ей, но похоже, как сама Сберегает своих детей. Если с юбей идет война, если с садом всю милье, И все, что верит в обрыве, если с седой рассвет и лед, Все выдерживает седля, не объявная территория, На которой мы все живем. Это родина и не пустота, но единственный, а я при том. Это родина и не пустота, но единственный, а я при том. Песня в кинофильм не вошла. А нам только повар, дай. Следующая песня. Вообще, как-то так в жизни сложилось, что я писал сюда, Без всякого заказа. Так, что Бог на душу положит. Напишешь и все. И думаю, какой же я с этим, люди как-то знают, Для чего пишут, там, вступление, кульминация, Кота, мораль какая-то. Нет? Потом оказалось, что так тоже бывает. Балашавчик, я так сказал. Так бывает. Я говорю, что вы не пишете, Балашавчик? На куржаву. Он говорит, так бывает. Пока читайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не было ничего, не жаль, Ведь сердце у китов большой, Размер с маленьким райом. И по клавишам, как мишка, стучат, Сообщат, что Господь нам дает Капли крупные слепого дождя, Сообщат, что нас ждет. Мирным грешникам послужит Вот самонские значки, Прикол от них к нашим дождям, Мы не снимаем дурачки, Еще живу, нас ожидали, И я взрослых голосов Но в этих редких святах Мы были ближе к небесам. И крутились на горбюшке, бегли Под помятым и свежей травой. И озера были ночью теплые, И мы плывели, как над песней с тобой. А черёховые колода Были где-то далеко позади, И одолевый день навсегда Птичный сад поселился в груди. Вот у нас такая есть корзиночка здесь. В расчете она поставлена на то, Что в зале Интеллигентные люди, Интересующиеся, У них много вопросов И пожеланий. Только я не понял, Почему на любви такая корзиночка. Ну, если у вас будут вопросы, Срозбы, Жалобы, Заявления. Это всё. Удобно в таком зале. Знаете, здесь всё сделано прям Для того, чтобы Поддерживается температура. Всё так пощадно, Прям компьютерно всё так Работает для того, чтобы Дерево Не рассыхалось. И нам так повезло, Что мы тут же попали. Под это дело. А то, знаете, Других зала. Ну, я его Не думаю. Не проверю. Поэтому Мне просто неудобно В таком зале Петь про Сельское хозяйство. Недавно был Праздник Работника в сельском хозяйстве. Как-то я в последнее время Не вижу. Раньше были какие-то Кабанёры знакомые. Сейчас шутят. Как его? Ах, его собирают. Ну, он не мимо вытарка. Я давно Прикипел к этому Делу, К сельскому хозяйству. Еще в детстве. Вот. Гоняли меня в сад, То полок, То копать, То поливать. Вот. Никуда и где нещешься. Пришлось бы очень, Где Кружевник, Где Уральская Миревная, Томинтоза. У соседа была Томинтоза. Китайская вишня. Вот я все это знаю. Зачем непонятно. Но и не могу забыть, Поэтому написал песню Здорово, Мерсаха. Томинтоза. Здорово, Мерсаха. Мы пешком Подолнышки с корзинами, И в вагоне На скамейке желтой. Я сидел, конечно, По окнам. Мутную дорогу Вдоль поселка, Для меня Победы над Ленией Не было, конечно же, Без спорки. Ищи, ящи, Помнилось, Ныть, Гон. Между крыльями Подороже В поле Шестисотками Разбитом И трубой Вспотевшей Черный битум Длинца Бесконечной Зумьей Ветром До полу Юный Топор И Ели Топор Как Отрядка Он Типит Огромный Но Со Шрамом В середине Сизого Ствола СССР Белка Кистрен СССР Водка Течет СССР Ёг На Колемках СССР Биланский Хрущев Наконец Нас От Трупа Прокачил Шеркоплочный Нас Встречал Забор Мородом Рай Фруктовый Сляз На Крым Ауром Сторож И Молит Как Я Кабам Лед От Смер И Я Улетав Тогда В Перу И Жизни Кустики Клубники В Черной Земле После Ночи Лившего Дождя СССР Геннеди Далас СССР СССР Курки СССР СССР Нам показалось СССР Что вот она цель СССР На дверь подъявлений садились Мы на покрывах Где картошка Молодая С молотом Бутылки Не оказалось Служение Богов Отву цыгину К зеленым Слева И Мой брат И я И мама Става Под открытым Невоенным Небом Воплощали Радость И Покой СССР Ленин Несаль СССР Город Слугов Цвет СССР Люди Из Стали СССР Их больше Нет Молодец В одной Холодной Руке От земли Не приют На закате Словно Такого цвет Хрустели Пальцы Воздух Как сматывали Насинел И соседи Смакывали Шланги И костры Тушили Ближних Ноч И домой Дорога Покороче Мнилось Мне Волен Но СССР Руки На Почек СССР Прежний Старик СССР Странницы Сочи СССР СССР Испутник Ивбит На пути Обратных Турн-поселках Пахнущие Овечками И брагой Служат Боя Проклён Апаши Я в тоске И серединской Мотив В органе Берёзов И чуд У ворот Лежать Засыпают Словно Чёрно-белые Д Toke СССР isi СССР Т nor Середин С ССР Эс-ССР Середин СССР Да Терри Вдет СССР Серс senhor И STEM И Жаль СССР И СМС Armen СПОК! И СССР СССР, Озеро я жил, СССР, Жил и болит, СССР, Вангел накажет, СССР, Иришка летит. СССР, Озеро я жил, СССР. СССР, Озеро я жил, СССР, Озеро я жил, СССР. 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 А потом, этот, у нас один товарищ говорит, я вообще-то много не пью, я с утра не пью, а потом аж когда обедаю. Когда проходит незапой, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит, уже и страстно успокоен. И даже где-то безразлично, как будто все само собой, он выражается прилично и к жизни тянется другое. Но в ренте печати сякнет, как дождь и эстимон, безцвелый, в рубашке белый, он будет смотреть в окно. Поехали забытых толстых книг, без сигаретных и без огня, стеклянных, стеклянных будет вид, и Саша просмотровает нет, и разглядит безлюзий пляжа. Друг сумасшедших не гляжет, не улыбнется он и даже непосадимый, уже разбился, все то, что слилось, а не лучше, но между тем. Так надо ждать на сто грамм, решение всех проблем. И снова со свинцом в том взгляде, по пике, тот вручок свиток, где алкашит дорожный пляж и плотно выше дрожон. И он летит в далекий город, где жизнь по-прежнему течет, где мыло, так любимый его. И может встретиться еще с одеждой и безнадежно, с обритой и дорогой. И может, а она не сможет заметить, что вдруг будет. И будет праздник, кто-то в гости, узоры будет в виде страны, ни в кого не будет злости, но глупости правительства. А только легкая осталась от музыки и от вина, и грусть, что мало так осталось, и остается и одна ось, что в летах просит. Уж скоро начнет плясать, как лед, зеленый съемок, залечивая леса. А осень, наверное, осень, уж скоро начнет плясать, как лед, зеленый съемок. Зеленый съемок, залечивая леса. Субтитры создавал DimaTorzok Валерий Курас 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 Я не помню, что от какого-то следует, от какого не помню. И он говорит, а давайте пройдем эксперимент. Возьмем двух кроликов, и одного в глаза будем закапывать метиловый спирт, а другого метиловый спирт. И один умрет, а другой спирт. Ему сказали, что он химией не занимался. В общем, проскочил он как-то и говорит, ну вот сколько живу вот уже, какой спирт пью, до сих пор не могу понять. Судя по тому, что зрение — это страфический пабель, видимо, пью не тот. Олег, пожалуйста, исполняйте что-нибудь из этого списка. И пошел список. Основные красивые песни. Да. Вот, спасибо вам. Спасибо, что вы пришли вообще. Программа у нас называется «Почему мы так долго не видимся?». В прошлом году кто был? Поднимите муки. Выйдите из зала. Вот эта шутка такая. На самом деле я вам очень благодарен. Поздравляю вас с выходом мобильным. Как же жить без мечты? Плюс вспоминаются они кто-то, встречаются, два мужикают, вернувся, просадят. Правильно. Хотя, как жить без мечты? Ну да, ну это я не знаю, не смешно мне кажется. Я думаю, что насчет мечты, у меня же есть список... Вы с какой целью спрашиваете? У меня есть список мечт. Вот прям там все, прям цена вроде в каждой стоит. Мне много там. У нас же фонд по поддержке культурных инициатив, потом этот... Идит она. Ой, знаете... Неси, конечно, не смешно мечт. У меня даже одна песня есть, называется «Мечта номер четыре». Это уже на дисках вы когда приобретете сухий парень, потому что все есть в ней. Итак, пожалуйста, на ваш выбор, ваше любимое. С дисками на стихи Ахматовой. Так, еще раз, что-то я может быть пропустил. Песня с дисками на стихи Ахматовой. Да. Двести миллионов. Да. Но, да, это у нас есть диски на стихи Иосифа Бродского. Ну, тоже, ну, хороший. Он даже знал Ахматова. Потрясающе, что диски Ахматова не видно, как бы... Композитор Леонид Марголин. Аплодисменты. Если можно по ансуммуму, видите, как хорошо читать в конце. Все уже практически спели. Спасибо большое. Пожалуйста, крепитесь люди, скоро лето и под животом моста. Вот одна у нас пока выиграет песня «Небесный пять метров». Откройте, пожалуйста, секрет. Как вам удается не тонуть в бытовщине и писать, и писать. Спасибо, удачи. Это мой, знаете, этот самый сыночек. Я говорю, что-то, что-то детям не пишется. Вот, забрал я ее. И сын говорит, ты что, отец, пиши давай, мы с этого живем. Вообще это помогает. Это помогает, когда я как-то... Ну надо. Надо, так надо. Сил написал. Благодарю вас. Благодаря мои коллеги, я слышу, что он позвонил. С сожалению, она не смогла прийти на концерт, подарить ей компакт-диск. Обычный звезда исполните, пожалуйста, длинную песню, она не смогла пропасть на концерт. Подойдите к Леониду Марголину. Вот у него диск, вышел новый тираж, называется «Побудь со мной». Кстати, подруга, Виктория Токарева сказала, что, когда ей спросили, кто вы считаете образец мужчины, он сказал «Марголину, встаньте». Так что здесь такие песни, и он так поет потрясающе, что, собственно, поэтому мы ему не разрешали. На концерт, ну, всех сразгнивают просто. Жена окна, пожалуй. Так, я и король. Жена соревнуется с ним. Вот она одна, моя супруга. У нас послезавтра в театре Охтангово будет концерт, я вас приглашаю. Тоже продается диск, можете послушать, и тогда вы уже точно послезавтра придете. Открывается новая сцена в театре Охтангово. Такой уютный зал. Все. Настройте. Что? У вас ничего не слышно. Такое эхо идет. Да что вы. Вот мне сейчас вспомнилось, как раз Миша Недокимов, товарищ в царство небесное, выступал, тоже рассказывал эту морду красную. И, значит, он рассказывает, кто-то там сидит, прямо на самом деле, говорит, не слышно. Он из образа не уходит, он, значит, дальше, значит, читает, а не слышно. И он, в конце концов, не выдерывал. А че ты билет туда попал? Вышли из образа. Вот здесь свободные места есть. Приходите на втором интернете. Сейчас у нас будет контракт. Кроме этого, значит, у нас есть вот и другие альбомы, пока еще у некоторых сохранились аппараты для воспроизведения. Покупайте! Действительно. Это была и глава. Это была и глава. А в конце этого отделения, ну, традиционно, мы не можем ее изменить. Песня, которая нам напоминает, что после концерта снега пока не будет. Лето — это маленькая жизнь. Посмотри, какой красивый дом он же жил, Я вчера прошел, за пивом, при водопре, Целал и после порм, рассморившихся дождь, Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел, Я стоял, вырубовался до скончания. Вместе с нашим учаством молчат тут грехом, Но в пакетике прозрачный пыль у меня. И все время утекает пима из него, Ты ушел в обрек, я нашел фон, Я замерзся, путываясь в твой хор, Пошел на улицу встречать лето, А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порость дико простает на щекаре, Порость до плывет в лето. А меня нет лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе родном, Ты все та же, только пастыль в рюмтаже, В моем роскошных точках и минующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы мужа. Я не заметил, что конец мая, Что давно повесилась метель злая, Выпинь существо, смотри в лето, А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порость дико простает на щекаре, Порость до плывет в лето. А меня нет лето — это маленькая жизнь. И хотя в огне твоей ночи и наша грусть, Я просто обратно просил по своих плечам, И к тебе, дочь, этим летним вернулось, Я хожу в кино и в баррельку по ночам, А ты вернулась с мной. Я вчера один, словно в прошлой жизни, Посмотрел видеть, видеть про газон, Про твое лето, лето — это маленькая жизнь. Жизнь, которой не было, но не фальшивая. В лето кто-то точно знает, что дальше, Другую часть в том времени и в ней молчат. Лето — это маленькая жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова